Сама по себе у нас та же нагата, агила. Агильщица. Ну, пока начинается игра, я хочу вам напомнить о нашем партнёре Лудбет, о его еженедельном ладере. Делайте ставки, зарабатывайте мэрпоинты, поднимайтесь рейтинги и зарабатывайте. Также получайте за это скины. Крутые для Дота 2 или Counter-Strike. Это уже по вашему выбору. Ну, ещё... Всё хочу сказать насчёт нашего промокода UCC. Который вам даёт возможность увеличить свой депозит до 100 евро. Если вы ещё не зарегистрированы, конечно, на Лудбете, можете это сделать прямо сейчас. Зайти, зарегистрироваться, ввести промокодик, далее сделать депозит и радоваться своей денюжке на балансе. Ну, а в принципе, мы уже можем начинать. Дефолтный вардет команд. Какой-то тут развлекается. Если говорить по шансам команд, а их пиков, в принципе, то... Ну, всё-таки интереснее смотрится у команды Ройл. Кеос у нас не как кейли идёт, а оффленер. Конечно, живой силой, если всё зайдёт в лейтгейм. Конечно же, у Аутентик больше. Но всё-таки Тимберсол пропадает тот сноубол, который он набирает в начале. Он уже с руки бить не может. Чистый урон как бы... Его скиллы не работают сквозь Блэкин Бар. Так что в лейтгейм я не знаю, если будет файт. Но, конечно, затяжной файт это плюс для команды. Да, но не более того. Пока что Ройл у нас, скорее всего, возьмут две руны. Да, он здесь и забирает. В итоге 2-2. Здесь уже видим, как в миде у нас Вульф развлекает OP. Внизу противостояние. Наги и Рейсхинга. Рейсхинга тяжело будет справляться против тоже Наги. Пока здесь Сейк у нас не вкачал ещё пассивочку. Так что DC может его разминать. И будет разминать. Здесь у нас Дот хорошо себя будет чувствовать. Так у него будет рептать сейчас. Он вкачает на втором уровне. Расположение у нас команд 2-1-2. Ничего здесь. Не придумали коллективы. Здесь там по Кентавру. И отводик от... От Рубика. Мне всё-таки интересно противостояние в миде. Это два персонажа, у которых... Есть свои недостатки. Например, у Тимберсол не такой большой урон с руки. Ему поэтому понадобится какой-то топорик, который у него есть. Ну, а Тимберсон не имеет большой урон с руки. И сплэш за счёт своего деревца, который он тащит. Но у него атака спид очень сильно страдает. Ну, у него же у нас спорт продолжается в КС. Здесь могут здесь и забрать. Станут Сейта. Сеточки нету. Бодиблок от Дота. И в итоге... Неплохо, неплохо. Размяли тут Чена. Он свои гарпии... А, нет, это Сейка. Просто здесь, на самом деле, будет тяжело понять... Какой суммон чей? Потому что над головой-то особенно никогда не смотришь, в какой цвет. В принципе, можно запутаться. В принципе, могут быть одни и те же, на самом деле. Поэтому тяжело понять. Ну, на топе развлекуха. Для ВУЗИ, он просто фармит. Никто не мешает. Такие тычки с хэкболта излетают от... Рубика у нас. СРФ просто отводит крипов будет фармить стак. На самом деле, можно было бы делать отвод себе от Тауэр. Но почему-то пока что этого не делает. Ну, вот в чем проблема Вульфа. Точнее, именно Берсоул. Он боится магию. А у нас, как мы знаем, Тинни кидается. Все-таки у него все практически магические скиллы. Основные. Дерево это просто так. Для фарма. Для начального. Ну, либо уже, когда ты собираешь аганим. Каждое дерево носит физический урон, когда ты его бросаешь. Поэтому криты ему уже, в принципе, будут неплохо смотреться. Но в начале, в начале все-таки максится первый и второй. Сверху, как я говорил уже, с получением второго и третьего левела. Рептайд будет вкачиваться на максимум. И Рейс Кинг будет страдать. Плюс, пушится быстро будет линия. Странное решение от Дота взять сначала себе тот же Хэнд оф Мидас. Непонятно. Зачем ему, в принципе, можно собрать сразу несколько рейс-бэндов. 2-3. Далее выходить диффуза. И, в принципе, ПТ. И все по накатанной. Но в итоге, из-за того, что он сейчас в топ-нетерс, он понимает, что может позволить себе это. Ему это только в плюс, наверное, пойдет. Но, как знает, на самом деле. От этой команды я ничего не могу сказать. Пока что не видел такую игру. У них никаких ошибок в плане айтембилла не было. Как у команды ТА, к примеру, да? Либо у других команд видео ФТД. Поэтому пока что, пока что это не ошибка. Но просто было бы интересно смотреть сразу первую диффуза. И как она быстро набирает свой фарм. Здесь видим, что у дота уже спокойно заходит за тавр за счет рептайда. И иллюзии просто танкуют. Их и по ней тратят. Здесь мы уже видим, как подходит Инчай и умирает. Сразу произошла ошибка от Сайка. Я вообще не знаю, зачем он подошел по тавру. Он думал, что его не зацепит Тосом. Но в итоге зацепило. Пятая минута. Видим, что, скорее всего, 3 руны будут. 4 руны для команды Ройл сейчас оформить. Но DTC это дайди, пожалуйста, наверху. Но здесь уже Ченк, мы видим, подходит с крипами. Он своровал крипа у Инчи. А здесь у нас и Вузи убивает Рубика. Немножко он загулял. Вот здесь смерть из Лины раскатали у двоечка. Пока что еще 6-х уровней у нас нет. Мы можем переключаться на Нетферсы. Руна все-таки с пор лежит. Ну ладно, она как вино. Дорогое вино. Только с каждой минуты становится лучше. Только здесь руна. Дот у нас уже имеет 5-й левел. Сейда. Такой же. Но драться 1-1 все-таки тяжело. Здесь, как мы видим, пытался забрать крипа. В итоге обратно его пересумонил в DDC. Пытается еще заденать. Но сейчас по времени он закончится. Поэтому... Ну успеете последнюю точку дать? Да, в итоге дает последнюю точку. Еще можно подфармить немножко. Вузи будет играть через те же барабаны. Ну, оправданно или нет? Атака спид, в принципе, Кеоса не нужен. Ему побольше бы силы. Атака спид можно решить проблему эхо-сейбру. Не более того. Здесь мы видим, как... Вульф у нас... Как себя чувствует на миде? Имеет бросировщик. Солринг. Пока себе не купил. Далее будет, наверное, собирать аркан бут. Вот, видели, как поставили вар, скорее всего, в миде. Но нет. Клупика не было в итоге. Мы видим, как в наглое просто уже дот фармит по таврам. Просто вообще никого не боится. Ну и правильно, на самом деле. Его действительно которого доубить не сможет. В принципе, за счет того, что... Много брони. Да, станы есть у Райс Кинга. Здесь у нас все-таки опять убивает ОП. Опять ошибка... Точнее, сейк опять убивает. Я не знаю, что он вообще забыл на миде против тени. Это максимальный кутерпик, который можно только представить магическим уроном. А он просто лезет на него и... Спасивка в ноль, понимаете? Он еще даже не пытается представить то, что если его могут убить или не захотят... Я не понял, немножко сверху. Да, я вот не понял, куда его телепортировали. Надо было сразу просто начать переключиться. В итоге у нас вузи забирают. Великолепный колл от DDC. И сейчас под теника будут забирать. Много урона он уносит повыше, за счет своего дерева. Это даже в скире написано. Дополнительный урон по зданиям. Ну и... Теник у нас... Фейсбутс и Боттл. Сам по себе... Теник уже сильный. Скоро будет, скорее всего, Блинкзагер. Ну, конечно, вряд ли, но скоро-скоро. Здесь узи пытается что-то сделать, но как-то тщетно. И последняя течка, скорее всего, у Тетин Таура. Да, СРФ забирает у нас урону. Дополнительные 100 голды еще... Можно было бы как-то засумонить. О, либо точнее, кинуть здесь Чен от DDC. Своим крипом на склепы. Ну, мало урона, мало урона у нас. Видит еще Коумац. Вот здесь опять... Сейка просто фидит на самом деле. Уже 3 кила дает. Килинг спри. Центральная башня сил тьмы атакована. Тяжело, да, тяжело такое увидеть. Пока что опять какое-то непонятное действие от... Саппорта команды Та. Но... Здесь Дот великолепно себя чувствует. Он просто вообще не тужит. По Нетвордсу он первый. Обгоняет Раскинга. Практически до на тысячу обгоняет он Рейскинга. На такой-то минуте-то очень много. Прилетает ему Мидас. Он что-то долго. На 9-й минуте. Но это два Брайсбэнда без сапога. Плюс у него еще в запасе есть голда здесь сверху. Мы видим, как какая-то у нас драка намечается. Но нет. Опять пересубован. Вот так и будет всю игру на самом деле. Один будет воровать у другого. Из-за этого у нас Сейка... И пытается вот качать вторую скил, чтобы у него кулдаун меньше был. Но... Инча хороша в том, что не воровать крипов у Чена, а за счет ее пассивки, которая не дает бить... Пыжи, Наги. Вот сейчас выйдет Нага, будет драка. И как она будет у нее стоять? Она не наносит магический урон, она наносит физический. Просто здесь еще могут забрать все-таки в Рейсбэнга. У него мало ХП. Эвлендж попадает. Тосс все-таки точно. Кидать надо на... Вот в этом моменте сейчас. Таки там убивают еще и СРФ. Убивают одну жизнь. Я думал, погонится дальше. Но нет. Здесь у нас 10-ая минута. Хороший бодилок от ДДС за счет своих крипов. Крипов сейчас всех потеряет, наверное. Но в итоге 3 рун для команды Ройл. В Рейсбэнгу уже надо быть более аккуратным. Так как у него кулдаун довольно большой на первом уровне. Практически Блэк Холл. Нет, не практически, а Блэк Холл. Так что опасаться ему надо в этом моменте. 10-ая минута. Можем понять, что сейчас уже пролетят книжечки. 6-ые 7-ые лобала у саппорта будут. Минус Курьер. Что-то я не понял. Они попытались нажать Глиф на Курьер или нет? В итоге минус немножко расходников для команды ТА. Снова. 2000 преимуществ. Здесь у нас Станпида. Пытаются убить Вино. Ну просто моментально Тинник разрывает на самом деле. Он просто начинает сновболиться. Имеет 8-ой левел. ОП пока. От него великолепная игра. Что-то был дэмэдж. Можно было попробовать убить Вульфа. Своровать мне какой-нибудь скилл. Но есть 3-ый драгонста. Я вот пытаюсь в итоге убить. Фейтболт. Еще ворует у нас Чакрам. А нет, не Чакрам это у нас. Другой скилл. Оказалось, что это было от Рубика. Кто будет собирать себе в Рейске? Это также Мидас. Но после Мидаса будет Фейсбулт. Для ускорения. Ну как мы видим, этот Мидас на пользу пошел. Наги, она имеет сейчас 6200 нетворса. Относительно того же Рейске. Но здесь все-таки четвером уже. Или даже пятером. Да, пятером. Здесь напали у нас на УПИ. Он просто развалился. Естественно, пятером тяжело не забрать. Но на самом деле очень много времени тратят на этом моменте. Пока что они убивают Тинька, который аннигилировал карту буквально 11 минут подряд. У нас Нага фармит внизу. Спокойно. Своим Мидасом, который быстро сейчас себе возьмет уже Яшу. Потом Монта Стайл Диффуза. И вот так, понакатанный, понакатанный, она потом развалит. Потому что убить ее здесь нечем. Я не вижу, чем убить. На самом деле. Потому что даже если Киос Найт у нас берется в Керри. Замес того же Брискинга. У него в Соло Таргет хорошего урона. Да, в Соло Таргет хорошего. Но там-то иллюзии. И узнать, какая иллюзия настоящая тяжело. Так как у Наги они плотные очень. Понять в первый раз непонятно. А какой-либо пассивки, либо что-то, что развеять нельзя, такого нету. Поэтому тяжело понять, тяжело. Мне придется, кажется, собирать какую-то медальку. Но кому медальку собирать? Никто ее даже, в принципе, не будет грейдить, как мне кажется. Да, этого не будет. Далее Блинк. На самом деле было бы полезнее собрать какой-то армалет. Это Блинк, в принципе, не поможет в начале игры. Сейт, кажется. Вот сейчас опять ошибки, немножечко в этом билде. Но я, конечно, все понимаю. Да, можно купить Блинк Даггер. Здесь у нас Сейт убивает. В итоге он кастует у нас ультимейт. Всех у нас и люди забрали. В итоге Телекинез убивает все-таки первого. Ой, зачем-то? Упи, красава! Просто кинул нас с его и тут сразу выдал нас. О, это было красиво. Это было красиво. Упи, просто молоток подставил свой тиммейт от души просто. От души душевно. Такой, говорю, нет, я, короче, умирать не буду. Давай лучше Чену. Пусть Чен умрет. Он просто бам! Кидает ню и крит на в лицо с первого удара. Красиво, красиво. Это вот просто... Тини Айрлайнс тиммейтов бесплатно войдем. Полет для тиммейтов в бизнес-классе. С первого удара крита сразу в таверну. Это было очень забавно. Надеюсь, будет таких моментов побольше, когда у нас сейт, то есть не аупи, будет кидать прям под вышку. Ну, мне, все-таки, сейчас храму нас ловит. Сеп, залетая здесь сейт, у нас, считай, на в линке дает стан моментально. Можете рекомендовать, ну, в итоге убивает. Много тратит на четвертую позицию, как мне кажется. Здесь можно подловить. До сих пор ультимейтов нету, кроме как реинкарнации у Лесвинга. Буду ждать Рубиком, наверное. Худ уже себе покупает и Ульф. Нага до сих пор фармит, а ее вообще не пробуют. Она просто в наглую понимает, что ее здесь не найдут. Она фармит, 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 фармит. Все, она дальше будет, ну, как я говорил, будет собирать Манта Стайл. Вот эта Манта Стайл, которую она собирает первым, это один из артефактов, который решит, на самом деле, и дает ей много урона, дает развею у нее каких-то либо скиллов, что-то стана, может она выйдет из стана и все, что угодно. А вот этот блин, он, не знаю, он потратил сейчас на врыв, на саппорта четвертую, которую дали еще пару ультимейтов. Если бы не этот ультимейт, они бы в принципе не забрали. Ну, здесь у нас, мы видим. Он убивает вульф, вот, все, как бы, минус, минус броня, как бы, понимаете, вроде он любит физический урон, но рептайд сносит очень много. На последнем бурне прокачки 8 аж. А шанс срабатывания рептайда очень-очень, так что это перманентный минус армор. Надо собрать еще что-то, какой-нибудь дезолятор, я не знаю, но это вообще будет. Все, Роял начинают набирать преимущество по всей карте. Мне кажется, для них это фри игра. Вот сейчас прилетает Монтестайл на 15 минуте, это очень быстро, особенно с Мидасом. Видим, как-то опять нападение какое-то, пытается убить здесь у нас СРФ, он просто нажимает ультимейт, кентавр, сдаёт ста, но это я имею в виду суммоненный кентавр, и все, как бы. И так же от основного персонажа и улетают, в итоге потратили время, а Нага до сих пор фармит. Нага фармит, она понимает, что у нас сейчас... Она просто уходит по линиям, и все, что видит, все, что неплохо стоит, то, что не зафармлено, она это все забирает себе. Поэтому стремительно уже на 4... Ну, на 3-с лишних тысяч обгоняет, у нас здесь Фрескинга. Тяжело будет выиграть в команде. А вот этик, я вообще не знаю, как они собрались это выигрывать. У них был лаз-пик, они все-таки взяли имберсоу, понадеялись. Будут убивать Нагу, ну, это так себе. Мне кажется, все-таки, один БКБ и Нага всех убьет. Убивать ее здесь нечем, Блокинг Бар. Не какого-то стана сквозь БКБ, никакого контроля. Может быть, только если Сейт Абисал соберет. То есть, если он его соберет, как он будет угадывать, кого давать Тейт Абисал? Ну, здесь в Смаке у нас находится Роя, могут подловить. В итоге сразу же их ревелят, понимая, что кто-то... Кто-то там на ХГ, в итоге еще и пошел крип на разведочку. Можно его забрать, почему нет? Просто Сейт Абисал отдаёт крипов, просто отдаёт крипов. Хорошо, что это крипы не дают дополнительную голду. Если бы они давали дополнительную голду, это вообще просто Сейка фидит направо-налево. И своими жизнями он умер три раза за эти последние 17 минут. Но в начале игры это была... Частота смерти у него возросла просто... Ну вот, а здесь уже у нас, как мы видим, дот начинает уже полвышки сгрызть. Полвышки сгрызть. Что будет делать, команда? Они даже не телепортируются, просто приходят на тенберсол. Посмотрите, а че крампа летела, да? Минус хп. И что? 12 на 15, она даже не почувствовала, что он сделал. А он, на самом деле, весь проказ дал. Который он может сделать по кулдаунам. И как он будет убивать? Плюс он еще собрал себе пайп. Ну, брат, тебе надо собрать кримсон гард, а не пайп. Пайп здесь вообще не поможет. Ты против тени хочешь пайп собрать? Ну, что-то мне не нравится. Или против Рубика его фэп-болта. Ой, опять ошибка в этом билде. У них какая-то проблема, я не знаю. Кто-то, у них тренер есть, надеюсь? Они смотрят реплей свои или нет? Они просто собирают какую-то чушь. Вот уже вторую игру, второй день подряд они делают непонятные вещи. Особенно вчера, что они делали, это было... Как уже ранее говорил, это что-то с чем-то. Такой пик, такой атомбилд. Вообще действие по игре. И сейчас опять начинается. Тимберсол, зачем тебе вот этот пайп? Тебя будут убивать просто... Нага Сайрон. Она имеет физический урон. Ей все равно на твой маг резист вообще. По барабану. Вот здесь нажимают смок у нас с Ройлой. Идут просто в атаку. Скорее всего, кого-то найдут. Сразу барабаны прожимают. Он просто в нагу. А он никого не боится, его не убьют. Его никак не убьют. Все, это проигранная игра, можем сказать. Вот так. Они никак не смогут его убить. Вообще никак не убьют. Вот даже если максимально все вкастуют, и не факт. Вообще не факт. Вообще не факт. У него много брони, много хп. Еще есть и... В общем, заивейдить. Оттуда ли будет собирать себе больше жира. Прыгает, понимая здесь, что кто-то стоит на хг. Скорее всего, летят отсюда. Телепорт есть? Нету. А телепорт здесь в комманс. Почему он делает его? Вот только сейчас какой-то с РФ... Ну, рандомно, конечно, не видит такого. Нет. В итоге не нашли. 7000 преимущества, 20-й минут, сейчас будет выход на баунтируну. Гитавр себя БКБ собирает. Ну, я вообще не знаю. Ну, да, ну, прям очень плохо играет. Прям вообще ни о чем. Они даже... Они даже не хотят убивать на хг. Они вообще забили на нее, и все. Забили, и... И просто радуются жизни, что они сейчас проиграют. Вот сливают просто на максимум. Они даже не думают о том, как они будут драться. Матчап. Они просто лайспеком пикнули себе бирсол. И хотят выиграть игру. О! Минус армор. Вот. Есть вариант, как найти основную нагу. Но, братан, уже поздно. Уже поздно. Все-таки он додумался, что единственное, что может показать, где находится нага, это вот эта медалька. Ну, ладно, это чуть позже обсудим. Здесь нападение на УЗИ. В итоге перманентно самого дают. Обалыч минус. Ошибка от него. Будет. Теперь у нас находиться 30 секунд таверны. Я не знаю, он просто один здесь пармится. Ха-ха. Возле, я не могу. Эта команда, она меня просто убьет. Вчера я просто, у меня нервы, нервы были, но с того, как они играли и вообще, что они пикали. Сейчас у меня смех. Ну, потому что я понимаю, что они это, либо они это делают специально, либо они вообще играть не умеют. Я вообще не представляю. Вот он сейчас хоть Тимбрисол додумался, что надо взять эту медальку, потому что никак не понять, где настоящая нага. Вот вообще. Медалька не скидывается у нас. Ну, ведь кто не знает. Медалька у нас не скидывается, и поэтому ее развить нельзя. Поэтому это единственный шанс узнать, где настоящая нага, и как-то умудриться попытаться сейчас Саеги свою убить. Два раза. Вот это, вот это парни, вот это. Это называется минус слот, минус два слота, когда уже не надо это надевать, на самом деле. Он сейчас будет собирать еще соло крест. А наги по барабану, на самом деле, этот соло крест. Тоже, если что говорю. У нас, как бы, рептайд наносит магический урон. Понимаете? Вообще. Вот этот рептайд срабатывает, дает минус армора и магический урон, я считаю. Так что, ну, хоть ему как-то будут помогать Пайп, тоже, которому, в принципе, не нужен. Но он как-то его собрал на команду. А как ты команде поможешь, если у тебя только на команду... Мэджик резист, правильно? Тепетического резиста нет, никого у Климсона Гарда нет. А хотя нужно было собрать первым айтем. Прям первым. Дали грейдить себе уже, был какой-то Блэйдстол. Разбирает все-таки арканы, не оставляет их до конца. Нормальный тип бестол, так не играет. Нет, это понятно, что такие айтемы присутствуют, но нет, это уже минус с одной стороны, они ничего не сделать не могут. Она просто стоит, будет ломать, все. Ей по барабану, этот чакрам, который летает, вот это туда-сюда, нет, нет. Кто ставил на ТА, больше не ставьте, я прошу. Они могут выиграть только какие-то такие рандомные игры против миксов, но против команды, которые более-менее умеют играть, они выиграть не смогут, как мне кажется. Я не знаю, как они еще попали в верхнюю сетку плей-офф, я не в все матчи попал. Все, они сейчас будут сносить линии, они понимают, что они это будут делать безнаказанно, им все равно, они ломают, ломают, ломают. Ну, все, гейм, гейм, да. Но они понимают, что они ничего не сделают, они сами взяли и проиграли эту игру, вот прямо здесь, вот на еще, на стадии пиков, наверное. Ну как они это выиграют? Все, никак они не убьют, они сами.